всем привет с вами rust hunters и очередная серия по 2002 мы в этой серии я надеюсь закончим уже наш проект доведем до конца все фишечки и особенности данного кузова доделаем всю мелочевочку протянем все болтики и попробуем завести машину если получится в конце серии уже прокатиться в общем делаем и тачку для постанов из дочь гараж поехали по задним картам вот такие вот оригинальные у нас были карты их какие-то варвары обрезали в общем карты выполнены из прессованного картона который уже расслоился к этим годам и каким-то самым дешевым винилом это все обтянуто и наше такое ставить нельзя и заказать новое у нас тоже не было возможности так как ну ценники просто космические заоблачные на эти детали поэтому мы изготовили самостоятельно из трехмиллиметровой фанерки вот такие вот карты вот так вот они выглядят изнутри да не сильно аккуратно но принципе я здесь и не старался и самое главное было сохранить геометрию отверстия все те что нам нужны оставить и правильно сделать отверстия под вот эти вот закладушечки пукли так называемые я их только их так называю как вы называете вот эти вот штучки напишите в комментариях и в общем правильно сделать локейшин этих штучек и дальше собрать и сделать всю геометрию правильно то есть под пиптик который открывание закрывания замка сделать пошил из кожзама вот такую штучку простроченную получилось он такое простенькое но в принципе но таким чистится еще и будет вполне неплохая карта и давайте теперь ее поставим с одной стороны я уже поставил реально поставить карты на такую тачку занимает какое-то время переходим к работе дальше значит будем устанавливать вот такой вот новый оригинальный рулет мумо качество кстати реально такое себе у нас реально в украине можно перешить немного получше руль но имеем то что имеем то что прислал заказчик кстати заказчик это не я это это не моя машина как многие могут подумать многие писали уже кучу вопросов мне в комментариях в инстаграме кстати ссылка на мой инстаграм есть в описании под этим видео и оставлю инстаграм заказчика это пацаны из deutsch гараж они занимаются новыми бэхами в киеве у них стошка так что у кого проблемы с бмв в киеве можете к ним смело обращаться они как бы все шарят а если у вас проблема по чермету то можете пригонять ко мне в кременчуг я ваш чермет починю в общем переходничок тоже у нас кастомный мы отрезали кусок от стандартного руля и на базе его на базе стандартного переходника для и 30 срастили все это вместе в кучку сварили у нас получился переходничок для 2002 потому что опять же найти переходничок под спортивный руль на данный автомобиль это очень и очень сложно салон у нас тоже принципе почти готов эту штучку мы всю перешили сейчас я назад защелкну облуду на кулису чехольчик вот такой у нас получился салончик полностью всю бороду перешили поставили новую оригинальную магнитолу бмв бавария оригинал ну реально ловит хреновенько и составили только две колонки спереди только в скрытом месте чтобы они не раздражали глаз ну я думаю в этой тачке никто музыку особо слушать не будет просто чтоб так что-то найти на фоне шипела и было похоже на комплектный полноценный автомобиль в общем все руль у нас поставлен давайте перейдем к работам дальше по украшательству кузова пожалуй начнем с того что доклеим наклейки от оригинальный дизайн бмв 2002 turbo переднюю губу мы поклеили перед тем как ставить ее на машину так как это было гораздо проще чем мы корячиться на коленях и пытаться выклеить аккуратно ровненько в общем когда она уже одета так как машина очень низкая очень удобно это все делать с кузовными элементами так у нас не получится поэтому мы вырезали из пленки такие вот наклеечки задняя часть и turbo вставляется потом слова вот в этот свой пазик теперь мы сейчас берем малярный скотч размечаем все это дело по кузову разметка очень важно реально в этих делах так как ну плюс минус один сантиметр его в гараже принципе видно не будет но когда машина будет стоять на улице и люди будут смотреть издалека все эти перекосы они будут очень сильно кидаться в глаза поэтому и идем мерять отмерять правильное расстояние кстати если вам интересно такая вот история почему эмочный триколор вообще имеет такие цвета в общем самом деле все очень просто и примитивно голубой это как бы цвет bmw по совместительству цвет баварии поэтому голубой красный это цвет спонсора то время бмв был спонсор мальборо красный цвет а фиолетовый это просто смесь голубого и красного то есть все очень просто но такая вот комбинация осталась вот у бмв на всю жизнь вот принципе доклеили сейчас проверим ровность и можно переходить дальше а сейчас мы будем немножко колхозить не на самом деле очень стыдно что я купил на авторынке 12 метров такой вот самоклеющего резина не резиновый а такой резинопластиковый молдинг который будет имитировать заводской хромированный молдинг которого у нас нет и мы в общем заварили как вы уже видите все вот дырочки мы думали оставить без хрома тачку но в потом процессе решили что все эти хромом она будет выглядеть канула красивее богаче и будет в общем картина более такая целостная а дабы это все не ржавело не сверлить всякие дырки мы решили просто взять на отрез молдинг просто прилепить его да это колхоз но если бы я вам если да это колхоз но если бы я вам этого не рассказал бы сейчас вы процентов 99 я уверен просто бы не поняли что это просто залепа со вторым залепа со вторым продолжаем украшательский процесс сейчас мы будем кстати мотор мотор установили карбюраторы все по прокладывали миллион трубочек как вакуумных так и бензиновых то нас карбюраторы с обраткой в общем все подстроили все настроили выставили трамблер свечи поменяли насос бензиновый тоже у нас новый все проводочки все новенькое кстати карбюратора и впускной коллектор нас полностью новые как мы устанавливались коробки именно новые которые не ставились и видать они очень долго лежали лет наверно 30-40 лежали на складе просто все резиновые трубочки все прокладки при первом поступлении бензина в карбюраторы дало течь все вот так все раз и потекло в общем пришлось все это поменять ну в общем на фоне общих затрат это принципе не считаем даже за работу а сейчас мы берем открываем табличку инструкцию по наклейкам подкапотным и начинаем клеить придаем такой более заводской вид скажем так и у нас осталось собрать систему охлаждения значит все система охлаждения будет собрана на вот таких вот силиконовых пайпах новых и вот такой вот алюминиевый радиатор нам приехал с китая с и вот таким вот маленьким тоненьким электровентилятором почему ставим электровентилятор потому что у нас возникла небольшая проблема как оказывается не всем 10 одинаковые и м10 который с 2002 именно идет он имеет свою помпу которая короче по вылету не подходит под стандартные шкивы у нас родной шкив родная помпа была все месяц кучу сварена в итоге мы это все выкинули купили помпу от и 30 по вылету короче подобрали шкив очень короче это все было муторно в чем смысл весь смотрите я вам сейчас покажу то есть мы устанавливаем радиатор на место так на свое законное становится и у нас остается очень мало места до радиатора от шкива помпы поэтому мы ставим электровентилятор который будем подключать с помощью стандартных деталей которые можно купить в любом практически таза ваза магазине это вот такая четырехконтактная релюшка которая сразу принципе идет с колодкой можно купить врезка в силиконовый пайп и датчик датчики не помню чего тоже что-то такое советское простое и давайте я вам покажу как выглядит схема подключения в общем принципе там можно погуглить но вот я вам покажу тоже набросал приблизительно от 86 клеммы начать идет на плюсик у нас провод от 87 через предохранитель предохранитель вот можно или такую вставочку купить или есть и герметично если вам нужна герметичность которая закрывашкой эти все вставочки продаются идет на постоянный плюс значит от самого вентилятора мы прокладываем минус и одну клемму кидаем на релюшку и то же самое от кнопки включения от нашего датчика который расположен в верхнем патрубке радиатора начать один проводочек на массу и второй проводочек на 85 клемму и при включении то есть датчик работает по моему в диапазоне от 85 до 92 то есть включается выключается когда нам не нужно для того чтобы поддерживать оптимальный температурный режим в общем сейчас мы это все собираем в кучку обжимаем все проводочки все прокладываем проделываем заливаем для начала воду зальем чтобы посмотреть что все у нас нормально все у нас все патрубки сели по своим местам и затем просто как вода покажет что утечек нет мы зальем уже антифриз полноценный и будем выезжать а почти все провода нот конкретно на радиатор у нас идет на разъеме на герметичном а все остальные провода я сматываю просто чисто на скруточки паять стараюсь не паять так как даже в космосе если кто не знал все делают на скрутках так как от вибрации пайка может разваливаться ну в общем принципе и скручивать нужно с умом по правильному я как сделаю я разделяю пучок на две части каждую часть я скручиваю по отдельности со второй частью и потом эти два скрученных пучка между собой тогда получается крепкое соединение и в принципе надежно никогда не подводил залил только что масло в коробку то делается с подкапотки при помощи шланга а пробку для того чтобы открутить нужен специальный шестигранник который я почему-то где-то потерял поэтому я вышел из положения расскажу на какой-то маленький лайфхак берете подбираете просто любой болт под пробку которая вам нужна в нашем случае это болт на 17 и контрите во второй гайкой просто так и откручиваете такой маленький лайфхак если у вас нет специнструмента скажем так залили масло в коробку в редуктор в мотор вроде бы все а как определить уровень масла думаю тоже если кто-то не знал то в коробку от наливаете пока не начнет переливаться с заливной пробки так же само в редуктор заливаете по максимуму пока не начнет лица с заливной пробки так можно определить количество жидкости которая вам необходима если вы не умеете читать ману или наливаете просто так на глаз ставим аккумулятор и пробуем заводить так и сейчас мы попробуем завести наш автомобиль так нейтралочка арбайта после сборки я стараюсь протягивать все болты и каждый болт который я уже протянул я отмечаю вот таким вот маркером который теперь акриловый идет он не смывается для того чтобы запомнить что этот болт протянут если он будет раскручиваться я это принципе увижу так как в тачке крутилась реально много болтов все болты крутились поэтому очень легко какой-то болт забыть закрутить или дотянуть поэтому после сборки нужно все проходить и ну для простоты просто маркером помечать я залезем еще в яму протянем всю ходовку все ролевые тяги и принципе будем выезжать уже кататься так ладно на этой ноте мы заканчиваем эту серию подписывайтесь на канал а покатаемся мы на 2002 уже в следующей серии так что не пропустите следующий выпуск всем пока удастся 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 а